Приветствую вас. Мне кажется, что гораздо более гуманнее по отношению к вам было бы сначала определить то, кто комфортно ли вам находиться в отношениях с тем партнером, который вам нравится сейчас, нежели чем пытаться искать обязательно какие-то проблемные моменты. Потому что тот факт, что, например, вы росли без матери, еще сам по себе ничего не означает. В том смысле, что вас это могло травмировать, вас это могло не травмировать. Я бы сказал, что ни одна практически человеческая жизнь не обходится без каких-то потрясений, без каких-то обстоятельств. В принципе, это нормально, что у каждого из нас в опыте есть какие-то вещи, какие-то обстоятельства, какие-то эпизоды, которые могут оказывать на нас влияние. В том числе и такое. Вопрос в другом. Вопрос, комфортно ли вам? Понимаете, комфортно ли вам? Я бы сказал, что ваши предпочтения могут быть связаны не только с тем, что вы росли без мамы, но ваши предпочтения могут быть связаны с тем, что, например, сейчас вы можете быть склонны к тому, чтобы контролировать какие-то вещи, в том числе себя. Когда вы контролируете, когда вы стремитесь к контролю, когда вы пытаетесь себя от чего-то защитить, это также может вливаться в выбор соответствующего партнера. И мне кажется, что если вам, опять же, если вас не напрягает то, как вы живете сейчас, то, может быть, и мне это особо ничего не надо. А если вас напрягает то, как вы живете сейчас, то да, в таком случае, может быть, конечно, что-то поменять и имело бы смысл. Но делать это нужно в любом случае аккуратно и предельно осторожно, чтобы не задеть вашу личность, чтобы не претенковать видео, чтобы не ломать видео и так далее. Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Вот. И на это я бы заострил ваше внимание в первую очередь. Комфортно вам или нет? Потому что мне, например, показалось, судя по вашему описанию, мне, например, показалось больше, что он не столько вас это волнует, сколько волнует то, что он... Ну, может быть, вам кажется, что это ненормально, может быть, вам кажется, что вы совершаете что-то плохое, может быть, вам кажется, что вы какой-то не такой сами. Если вы выбираете девушек старше себя, вот. Ну, в этом нет ничего плохого, если вас это устраивает, если устраивают партнеры. Вот. Но если вы неестественно себя ощущаете в этом состоянии, то, да, что-то мне, безусловно, нужно. Но если это и делать, то уж точно не... Как вот, знаете, как вот вы описываете, да, что это вот стало возможным в результате травмы. Травмы обязательно. Нет, нет, не обязательно, это в результате травмы стало. Совсем не обязательно. То есть, если говорить вот именно в этом контексте, то нет, нет. Травма здесь может быть и ни при чём. Вот. Другой вопрос, если вы потеряли, потеряли именно свою маму, если вы не просто росли, ну, как бы вот без неё, да, да, если вы вот именно что потеряли её и переживали, переживали потери, вот это вот, да. Куда более важный момент, потому что здесь, если вы именно что переживали потери, вот здесь, да, здесь определённые сложности и определённые трудности могут быть. Вот. Но субъективный опыт, он, субъективный опыт, он, на мой взгляд, различается и различается довольно сильно, поэтому я бы хотел, ээээ, повторюсь, вот, предельно, ну, предельного, предельного внимания здесь. к вам и не торопиться прям что-то менять, не торопиться от себя ломать, потому что вам может в принципе не очень понравится то, что на выходе будет по факту. Поэтому тут очень важный элемент, особенно если вы это делаете из какого-то чувства стыда, потому что вот с вами что-то не так, ну ничего как бы хорошего не получится, если так к этому вопросу подходить. Как мне повторюсь, кажется вот по моему мнению, по моему мнению это вот так, такой момент, такой аспект. Вот, вот в принципе наверное всё. Пожалуйста, на данный момент я могу вам сказать. Если комфортно, то насажайтесь тем, что у вас есть, насажайтесь в своей жизни, если комфортно, если не комфортно, если чувствуете, что вот какие-то трудности у вас присутствуют. Ну вот, тогда да, тогда конечно что-то делать с этим безусловно нужно, но опять же аккуратно так, чтобы вам не навредить, потому что навредить очень легко, а вот восстанавливаться потом, мягко говоря, можно довольно долго, достаточно долго. Вот, поэтому в первую очередь я бы поработал со стыдом, с вашим чувством стыда, если оно есть, ну если есть вот именно чувство стыда у вас, а потом дальше, дальше уже я бы смотрел, куда можно двинуться дальше, смотрел, куда можно двигаться, вот и куда бы, куда бы вы, например, хотели бы двигаться, ну сами, сами по себе. Вот как-то так, пожалуй, я бы ответил вам на ваш вопрос, который вы задаете. И, кстати, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, желаю вам удачи, вот, надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена, и вы найдете наиболее правильное решение. Но, если чувствуете конфликтность, ну вот эта ситуация и все, да, то, конечно, в таком случае я не рекомендовал бы вам задерживаться, не рекомендовал бы вам тянуть вот именно с обращением за помощью, потому что то, что вы вот делаете сейчас, это, конечно, очень хорошо, но это только начало. Вот, если вы хотите изменить свою жизнь, что-то поменять в ней, то вам надо будет записаться на консультацию уже в индивидуальном режиме работать над проблематикой, которая может находиться совсем не там, где вы сейчас думаете, она и есть. Удачи вам! Всего самого доброго! Продолжение следует...